Стабильность является одним из главных качеств, которое выделяет высококлассного футболиста из общего числа остальных. В прошлых сезонах некоторые игроки столкнулись с трудностями и демонстрировали нетипично низкий для себя уровень. Впрочем, персонажи, о которых мы сегодня поговорим, смогли выровнять ситуацию в нынешней кампании и, наконец, прийти в себя. Сегодня мы расскажем вам о футболистах, которые реанимировали свою карьеру в сезоне 22-23. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, которые выходят на протяжении недели. Но перед тем, как начать, ответьте на вопрос. Какой игрок забил больше голов в своем дебютном сезоне в АПЛ? Робин Ван Перси, Фернандо Торрес, Луис Суарес, Серхио Агуэро. Свои ответы вы можете написать в комментариях, а мы начинаем. Натан Аке, Мануэль Аканджи и Джек Гриллиш После того, как Манчестер Сити прошлым летом продал Александра Зинченко и Габриэля Жизуса в Арсенал, а Рахима Стерлинга в Челси, многие были уверены в том, что команда Хосепа Гвардиолы станет слабее. Несмотря на приход такого талантливого бомбардира, как Эрлинг Холланд, горожане лишились игроков, которые хоть в последнее время и не выходили стабильно в старте. Но все равно давно были знакомы с системой и приносили результат. Вопреки всем ожиданиям, время показало, что Манчестер Сити прошлым летом принял правильное решение. Команда, наоборот, стала только сильнее, о чем говорят результаты. Одной из причин этому стали три футболиста, которые в этом сезоне реанимировали свою карьеру. Начать стоит с Натана Аке. Нидерландец год назад мог оказаться в лондонском Челси, который хотел вернуть своего воспитанника, чтобы заменить ушедшего Антонио Рюдигера. Манчестер Сити заломил слишком высокую цену, и в итоге футболист остался. Натан в первых двух сезонах на Этихаде частенько страдал от травм и был игроком ротации. К счастью для Аке, в этой кампании он, наконец, обрел доверие тренера и стабильно выходил в стартовом составе в схеме с тремя центральными защитниками. Так как нидерландец способен сыграть и на фланге обороны, его навыки понадобились горожанам для создания гибкой системы в обороне. Аке набрал настолько хорошую форму, что его зоны всегда были в безопасности, а обойти футболиста один в один было практически нереально. Одним из партнеров Натана в обороне стал Мануэль Аканджи, которого Манчестер Сити прошлым летом взял по дешевке у Дортмундской Боруссии. Многие были уверены, что игрока берут для ротации в качестве краткосрочной замены Эмерику Лапорту. Впрочем, попробовав швейцарца в основе, Гвардиола уже не стал ничего менять. Мануэль достойно справлялся со своими обязанностями и очень надежно действовал в обороне. В Дортмундской Боруссии Аканджи нельзя было назвать эталоном надежности. Защитников всегда высоко котировали, но год за годом он продолжал оставаться просто перспективным игроком. Возможно, Мануэль не мог раскрыться в Дортмунде из-за чересчур авантюрной системы. Как бы там ни было, в Манчестер Сити футболист показал свой уровень и наглядно продемонстрировал, что способен играть за топ-клуб. Прошлым летом горожане выложили 117 миллионов евро за Джека Грилиша и сделали англичанина самым дорогим футболистом в истории Премьер-лиги. Болельщики подавали большие надежды на Вингера, который в последние годы в составе Астон Виллы был одним из лидеров в чемпионате по количеству созданных моментов. К сожалению, первый сезон для Грилиша в составе Манчестер Сити был, мягко говоря, разочаровывающим. Три гола и ассисты за всю кампанию – это явно не те показатели, которых ожидали от рекордного трансфера в истории АПЛ. Во втором сезоне Джеку удалось сделать большой шаг в развитии. Если раньше англичанин терялся на поле и смотрелся неуверенно, то в сезоне 22-23 Грилиш наконец набрал оптимальную форму и стабильно выходил в стартовом составе. Джек набрал 5 плюс 7 в прошедшей кампании АПЛ. Эти цифры нельзя назвать впечатляющими, но они несполна отражают вклад Вингера в игру команды. Англичанин вывел свой дриблинг на новый уровень и представлял из себя большую угрозу в атаке. Это касается как сольных проходов, так и проникающих передач и банального движения. Алексис Санчес Челиец прошлым летом покинул миланский Интер, хотя чувствовал, что способен остаться и бороться за место в стартовом составе. Руководство на Радзуре, возможно, сохранило бы нападающего, если бы он не занимал первое место в зарплатной ведомости. В итоге Интер разорвал контракт с Алексисом и позволил ему перейти во французский Марсель на правах свободного агента. Кто-то мог подумать, что карьера Санчеса постепенно идет к завершению, но 34-летний футболист показал, что еще способен играть на высоком уровне. Челиец за весь сезон отметился 14-ю голами и тремя результативными передачами в Лиге 1. И впервые со времен лондонского Арсенала наконец почувствовал себя важным в команде. Таких показателей Алексис не демонстрировал с сезона 16-17, когда нападающий набрал 24 плюс 11 в АПЛ в составе Арсенала. Контракт Санчеса с Марселем так или иначе истекает в конце кампании. Провансальцы, конечно же, заинтересованы в продлении сотрудничества с одним из ключевых футболистов команды. Но сам Алексис пока не принял решение о будущем. Ходят слухи, что нападающий интересен ПСЖ. Но в то же время существует вероятность, что Санчеса вернет лондонский Арсенал. В любом случае, Алексис с большой долей вероятности останется в Европе. Остается лишь ждать и наблюдать, в какой команде окажется Челиец. Оли Уоткинс Англичанин с момента перехода в Астонвиллу из Брэнфорда уже трижды подряд заканчивает сезон минимум с 10 голами в Премьер-лиге. В предыдущей кампании в начале нынешней Оли попал в небольшую турбулентность и не мог прийти в себя достаточно долгое время. К примеру, до прихода Унай Эмери на пост главного тренера в начале ноября. На счету Уоткинса было всего три гола и два ассиста в чемпионате. С момента прихода испанского специалиста Оли словно подменили. С конца января по середину апреля англичанин выдал удивительную серию, забив 12 голов и отдав два ассиста в 12 матчах АПЛ. После этого футболист вновь выдал сухой стрик, но уверенный отрезок с января по апрель все же сыграл свою роль в планах руководства на будущее. Астон Вилла хочет продлить контракт с Уоткинсом и сделать его одним из самых высокооплачиваемых в команде. Правда, удержать Оли будет не так уж и просто, ведь в его услугах заинтересован лондонский арсенал. Вряд ли бирмингемцы согласятся отпустить одного из своих ключевых игроков за приемлемую цену, поэтому покупателям наверняка придется выложить за Уоткинса кругленькую сумму. Центральный защитник в последние годы мучился в каталонской Барселоне и никак не мог оправиться от последствий травмы колена. Некогда один из лучших в мире на своей позиции был вынужден мириться с ролью запасного и в конечном итоге прошлым летом ушел в аренду в итальянский Леччи. Болельщики не строили особых иллюзий и думали, что переезд в серию А вряд ли поможет Самуэлю реанимировать карьеру. К счастью, МТТ все же смог удивить и выдал довольно хороший сезон. Футболист был лидером обороны Леччи и помог итальянскому клубу сохранить прописку в элитном дивизионе. Нельзя сказать, что Самуэль вернется на свой лучший уровень, но в этом сезоне он сделал шаг вперед по сравнению с безнадежными последними годами. Несмотря на успехи француза, Барселона не заинтересована в его возвращении и хочет поскорее от него избавиться на постоянной основе. Леччи хотел бы выкупить футболиста, но Ум Тити вряд ли согласится остаться в команде, которая борется за выживание в серии А. У Самуэля есть вариант с переходом в миланский Интер, который котируется в Италии куда выше. Также защитник рассматривает возможность возвращения в Лион, но пока непонятно, заинтересован ли французский клуб в трансфере своего бывшего футболиста. Компания 21-22 обернулась для французского нападающего настоящим провалом, ведь в ней он смог забить всего три гола за весь розыгрыш Бундеслиги. По ходу того сезона футболист Мюнхен-Гладбахской Баруси получил четыре различных травмы, из-за которых суммарно пропустил 12 матчей. К новой компании Маркус готовился с особым трепетом, так как хотел вернуться к оптимальным кондициям. Стоит признать, Тюрам действительно начал сезон с особым запалом и уже перед началом чемпионата мира оформил 10 голов Бундеслиги и находился на втором месте в списке лучших бомбардиров турнира. Конечно, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заметил убойную форму форварда и включил его в заявку на Мундиаль, где Маркус отметился двумя ассистами и помог своей команде завоевать серебряные медали. После чемпионата мира у Тюрама была возможность покинуть Боруссию и уйти в топ-клуб, ведь у него уже оставалось всего полгода по контракту. Тем не менее, нападающий принял решение остаться, так как опасался растерять форму и столкнуться с неудобствами в адаптации к новому чемпионату. Оказалось, что этот выбор был не совсем правильным. В оставшейся части сезона Тюрам отметился всего какими-то тремя голами в Бундеслиге и заметно сбавил обороты. Так или иначе, взрывная форма на старте сезона все же помогла Маркусу обратить на себя внимание топ-клубов. Ближайшим летом у Тюрама будет много вариантов для продолжения карьеры. Футболист будет доступен на правах свободного агента. В гонке за его трансфером пока лидирует миланский Интер, но ситуация может измениться в любой момент. Дониэль Малин Благодаря впечатляющим выступлениям с двумя ассистами на Евро 2020 нидерландец получил повышение и сразу после турнира перебрался в Дортмундскую Боруссию. Нападающий покупался на долгосрочную перспективу, но после провального первого сезона с пятью голами и тремя ассистами в Бундеслиге многие принялись хоронить карьеру Дониэля на Сигнал и Дуна Парк. К счастью, под руководством нового тренера Эдина Терзича для нидерландца все изменилось в лучшую сторону. Футболист начинал сезон с травмой, а затем очень долго втягивался в ритм и набирал форму. В общем и целом под конец сезона от Малина уже никто и ничего не ожидал, но нападающий сумел удивить болельщиков Дортмундской Боруссии резким прорывом. Начиная с конца марта нидерландец выдал восемь голов и пять ассистов в десяти матчах Бундеслиги, но это, к сожалению, не помогло команде впервые с 2012 года выиграть чемпионский титул, уступив гонке Мюнхенской Баварии. Прорыв Малина пришелся для Дортмундской Боруссии очень кстати, ведь футболист помогал команде до последнего бороться за титул. Сейчас Малину всего 24 года, и учитывая 9 плюс 7 во втором сезоне в Дортмунде, а также внушительную концовку сезона, нидерландец сделал большой задел на то, чтобы в следующем сезоне, наконец, выйти на передовой уровень. Кепа Арисабалага Самый дорогой голкипер в истории футбола, начиная с сезона 2021, потерял место в стартовом составе Челси и уступал в конкуренции Эдуару Минди, который в дебютной кампании на Стэнфорд-Бридж помог клубу выиграть Лигу чемпионов. Пенсионеры долго пытались продать Кепу или хотя бы отдать его в аренду, но никто не хотел приглашать футболиста из-за его большой зарплаты. В прошлом сезоне Арисабалага выдал пару впечатляющих выступлений и показал, что способен вручать команду в трудный момент. На старте этой кампании Эдуар Минди столкнулся с резким кризисом и привозил в свои ворота глупейшие голы. Чуть позже Сенегалец получил травму, после которой Кепа вернулся в стартовый состав. В конечном итоге Арисабалага стал чуть ли не единственным позитивом в катастрофическом сезоне Челси с финишем на 11-й строчке. Кепа уже не упустил своего и не вернул Минди место в стартовом составе. Испанский вратарь смотрелся очень даже неплохо и занял одно из первых мест по количеству предотвращенных голов в чемпионате Англии. Впрочем, это все равно не убеждает руководство Челси в том, чтобы оставить Кепу в качестве первого номера на следующий сезон. Новый тренер команды Маурисио Почеттино хочет видеть на воротах другого голкипера, о котором и пойдет речь дальше. Ну а недавно мы рассказали про футболистов, которые разочаровали в этом сезоне. Мы упомянули множество игроков Челси, которые провалили сезон. Если еще не успели посмотреть, мы вам рекомендуем. Камерунский голкипер очень долго находился на слуху после того самого сезона 18-19, в котором помог Аяксу дойти до полуфинала Риги Чемпионов. Вслед за этим вратарю раз за разом не удавалось уйти на повышение, ведь топ-клубы по необъяснимым причинам отказывались от его трансфера. Когда футболист попал в допинговый скандал и получил отстранение на несколько месяцев, казалось, топ-клуб ему уже не светит. Впрочем, прошлым летом Андре стал свободным агентом и перебрался в Миланский Интер, где вытеснил из основы ветерана Самира Хандановича. Многие скептически отнеслись к трансферу Ананы на Джузеппе Миаца, но, несмотря на это, первый сезон в Италии выдался для камерунца более чем продуктивным. Андре показал очень надежную игру и частенько выручал Интер в сложные моменты. Наиболее внушительный эффект Анана произвел в Лиге Чемпионов, где выиграл золотую перчатку и помог команде впервые с 2010 года добраться до финала. Помимо шикарных сейвов, Андре также напомнил, что является одним из лучших голкиперов по игре ногами. Камерунец даже при высоком и интенсивном прессинге сохраняет запредельный уровень спокойствия и распоряжается мячом очень грамотно. Успех вратаря, конечно же, не остался без внимания со стороны более статусных клубов. Новый тренер Челси Маурисио Почеттино хочет видеть первым номером своей новой команды именно камерунца. Ходят слухи, что Интер согласится отпустить футболиста за 40 миллионов евро. Но генеральный директор Джузеппе Морото недавно заявил, что Анана летом никуда не уйдет. Посмотрим, удастся ли Челси пошатнуть решительность руководства Интера, предложив большие деньги. После ухода из французского Лиона летом 2017 года нападающий все никак не мог найти себя в лондонском арсенале. Хотя его переход в свое время очень сильно воодушевил болельщиков-канониров. Конечно, 44 мяча за 5 сезонов ВПЛ нельзя назвать полным провалом. Но дело в том, что в Лиге 1 футболист показывал более впечатляющие цифры. Прошлым летом Александру исполнилось 30, и нападающий на правах свободного агента решил вернуться в Лион. Учитывая 4 гола в последнем сезоне за Арсенал, никто не был уверен, что Ля Козет сразу начнет забивать во Франции, как в свои лучшие годы. Но форвард оказался не так прост, как кажется. Александр реанимировал свою карьеру и забил 26 голов в Лиге 1, уступив в бомбардирской гонке лишь суперзвезде ПСЖ Киллиану Мбаппе. 31-летний Ля Козет выдал свой третий лучший сезон в плане результативности и доказал, что еще может быть первоклассным страйкером. Многие думали, что со мной покончено. Говорили, что у меня не получится, что Лион совершил ошибку, подписав меня. Я хотел доказать, что клуб сделал правильный выбор, обратившись ко мне. Футболисту сейчас всего 31, и в этом возрасте еще вполне можно уйти на очередное повышение. Правда, насколько это будет целесообразно, и заинтересован ли в этом сам Александр, вопрос открытый. По ходу прошлого сезона грузин был вынужден покинуть Казанский Рубин и вернуться в чемпионат Грузии, где провел несколько месяцев в составе Батумского Динамо. Молодой и перспективный грузин даже перед этим немного затерялся в российской премьер-лиге, но это не смутило руководство Наполи, которое согласилось приобрести Хвичу прошлым летом. В конечном итоге это решение итальянского клуба оказалось едва ли не лучшим в прошедшем европейском сезоне. Кварацхелия очень бодро стартовал в серии А, с первой же попытки выиграв звание лучшего игрока месяца в турнире. В последующей неделе грузин заработал себе прозвище Кварадонна и зарекомендовал себя как одного из лучших дриблеров Европы. Хвича шел в лидерах серии А по многим показателям, вроде количества созданных моментов и передач в финальной третьей поле. Уже осенью свой интерес к футболисту обозначили такие гиганты, как Мадридский Реал, Манчестер-Сити, Ливерпуль. Кварацхелия выдал 12 голов и 10 результативных передач в своем дебютном сезоне в топ-5 Европейском чемпионате, что является огромной редкостью. Так или иначе, за прогрессом Вингера в ближайшее время будет интересно понаблюдать. Так как у грузина есть долгосрочный контракт с Наполи, не стоит ждать, что клуб продаст его в ближайшее трансферное окно. По крайней мере, для этого заинтересованной команде придется выложить огромные деньги. С одной стороны, Хвича стал одним из главных творцов первой победы Наполи в чемпионате Италии за 33 года. С другой же, это всего один сезон. Да и тем более, в последние два месяца Кварацхелия заметно сбавил в плане результативности. Исходя из этого, топ-клубы могут повременить с решением платить за 22-летнего грузина свыше 100 миллионов евро. Маркус Решфорд Прошлый сезон обернулся для англичанина настоящим провалом, ведь он закончил чемпионат всего с четырьмя голами. Это был худший показатель футболиста в плане результативности. Даже в бытность зеленым юниорам Маркус забивал в АПЛ хотя бы пять голов за компанию. Решфорд осознавал масштабы своего спада, поэтому перед стартом сезона 22-23 даже толком не отдыхал и усиленно работал над улучшением формы. Под руководством нового тренера Эрика Тенхага нападающий Манчестер Юнайтед наконец вернулся к оптимальным кондициям. Выступая, англичанин вновь превратился в большую угрозу для защиты соперников. Решфорд закончил сезон в качестве лучшего бомбардира Манчестер Юнайтед во всех турнирах, забив суммарно 30 голов. В плане цифр эта компания выдалась лучшей в карьере англичанина. В премьер-лиге футболист положил 17 мячей. На один больше футболист забил лишь в компании 19-20 под руководством Оли Гуннера Сульшера. Не стоит забывать и о голе в ворота Нью-Касла в финале Кубка Лиги, где красные дьяволы взяли свой первый трофей за 6 лет. Манчестер Юнайтед уже воспользовался автоматической опцией и продлил контракт с Решфордом до конца следующего сезона. Главный тренер Эрик Тенхаг хочет, чтобы руководство оставило нападающего еще на более длительный срок, ведь считает 25-летнего англичанина фундаментальным игроком для будущего. После ухода из мадридского атлетика летом 2019 года карьера француза постепенно скатывалась на дно. В каталонской Барселоне нападающий не мог выступать на родной позиции и часто действовал на фланге. Даже когда Антуана ставили в более удобное амплуа, он все равно был далек от своей праймовой формы. Возможно, проблема была на психологическом уровне, ведь игрок сталкивался с огромным давлением со стороны фанатов. Летом 2021 года пребывание Гризмана на Кампноу подошло к закономерному концу, и руководство наконец признало ошибкой трансфер француза за 135 миллионов евро. Нападающий вернулся на правах двухгодичной аренды в мадридский атлетико, где болельщики встретили его довольно холодно. В своем первом сезоне по возвращению на Ванда Метрополитано Антуан отметился скромными тремя голами и четырьмя ассистами, из-за чего многие подумали, что карьеру форварда можно уверенно хоронить. Когда на старте нынешнего сезона атлетика не выпускал Гризмана в старте, чтобы в договоре с Барселоной не активизировался пункт об автоматическом выкупе, будущее француза представляло из себя одну большую загадку. Впрочем, каталонская команда в итоге пошла на уступки и снизила сумму выкупа с 40 миллионов евро до 20 миллионов. Атлетико инвестировал эти деньги и оформил трансфер одного из лучших бомбардиров в своей истории на постоянной основе. Это решение оказалось очень эффективным. Гризман выдал продуктивный сезон и стал едва ли не лучшим игроком сезона в испанской Ла Лиге. Антуан начал выступать более глубоко и больше помогать полузащите, но это не помешало футболисту выдать 14 голов и 13 ассистов в чемпионате, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в истории атлетика. Сезон выдался одним из лучших для игрока в плане количества результативных действий, но это было бы невозможно без огромного желания и мотивации со стороны самого Гризмана. Каждому из сегодняшних героев есть за что гордиться. Они проделали удивительный объем работы и доказали, что все еще могут выступать на топ-уровне. Но для того, чтобы продолжать в том же духе, им нельзя сбавлять обороты. Перед этими футболистами теперь стоит новый вызов – обрести стабильность и продолжить свой прогресс. Друзья, выступления какого игрока из данного ролика удивили вас больше всего? Напишите свой вариант в комментариях, мы с удовольствием их почитаем. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok